очень такие интересные вопросы какие продукты повышают выработку эстрогенов в организме а какие повышают выработку андрогенов на интересный вопрос несомненно имеются продукты травы которые влияют на выработку гормонов однако здесь надо больше говорит об афродитиках то есть травах которые позволяют обновлять человеческий организм особенно его половую систему а как известно если половая система работает хорошо то у человека ярко выражены внешние половые признаки например у женщин таз шире плечи так далее естественно там кожа волосы ногти и так далее так далее эти травы афродитики можно разделить на тонизирующие и стимулирующие стимулирующие повышают функциональную активность половых органов тонизирующие восстанавливают сами половые органы повышая их работоспособность многие афродитики повышают жизненный принцип слизи позволяет организму человека более долгое время сохранять его форму внутреннюю крепость это одно из свойств слизи другие за счет своих разогревающих свойств повышают жизненный принцип желчи то есть повышает иммунитет пищеварение умственную активность и страстность типичные общедоступные травы афродитики гвоздика женщин пожитник чеснок шафран из перечисленных трав одни обладают мисочегонным действием это означает что они способствуют выработке женских гормонов другие травы афродитики повышают выработку семени у мужчин либо женские половые секреции либо грудного молока они являются питательными и укрепляющими организм средствами это важно понимать чтобы мы через питание получили вот такую вот стимулирующее действие к ним относятся алтей особым образом приготовленное топленое масло называется ги женьшень кунжут копена сырой лук солодка перейдем теперь к травам пожитник использует семена оказывает действие стимулирующие тонизирующие отхаркивающие омолаживающие стимулируют половую систему а также оказывает мочегонное действие предостережение беременность может привести к выкидышу вызывает маточное кровотечение сильно увеличивать жизненный принцип желчи то есть способство разогрева организма вызывает месячные препараты отвар порошок от 250 миллиграмм до 1 грамма а также паста и жидкая каша пожитник является прекрасной пищей в периоде выздоровления и при упадке сил особенно при слабости нервной дыхательной и половой системы употребляемый в виде каши он увеличит лактацию и способство росту волос сочетание с валерианой пожитник служит хорошим укрепляющим и тонизирующим нервную систему с радством проросшие семена используют как лечебный пищевой продукт при несварении понижение функции печени и слабости спермы для омоложения организма рекомендуется ежедневно принимать по одной столовой ложке порошка пожитника растворив и разогрев его в чашке молока чеснок используют луковицу оказывает действие стимулирующие ветрогонные отхаркивающие улучшающий обмен веществ противоспазматическое афродитик дезинфицирующие противоглистно омолаживающим предостережение повышена токсичность в крови это как правило фурункулы когда имелись или имеются высокие естественные теплотворные способности организма то есть резко выражена индивидуальная конституция желчи то есть вот в этих случаях надо предостерегаться чтобы не перевозбудить себя препараты настой не кипятить порошок от 100 до 500 миллиграмм сок и лекарственное масло чеснок обладает сильными омолаживающими свойствами особенно этот эффект сказывается на лицах имеющих индивидуальную конституции ветра и меньшей мере на лицах имеющих выраженную конституцию слизи хорошо омолаживают костную и нервную ткань остановимся на омоложение костной ткани так как в костях имеется костный мозг который вырабатывает вот эти вот стволовые клетки а стволовые клетки омолаживают весь организм то есть они замещают те клетки которые уже отжили значит мы тем самым с вами воздействуя на фабрику которая заведует омоложением организма это очень важно понимать почему чеснок так действует чеснок сильно детоксицирующее средство эффективно при хронических и периодических лихорадках связанных с охлаждением организма помимо всего смотрите детоксирующее средство это говорит о том что чеснок своими жгучими свойствами пережигает яды шлаки и тем самым лишает их отравляющего действия отравляющего повреждающего действия то есть это уже шла который выводится не вызывая никаких повреждений опять-таки надо понимать он очищает кровь и лимфу от токсической слизи и жира однако из-за согревающего действия может портить пережигать кровь вызывать или усиливать кровотечение поэтому осторожно к этому надо относиться у всех это будет индивидуально протекать у кого-то нормально а у кого-то такие явления могут быть если такие явления есть только раз стоп и приостановились чеснок может притуплять ум и делать его приземленным он повышает количество семени и вызывает половое желание ну вот так вот это уже действие значит на сферу психики шафран используется цветок рыльца цветка оказывает действие улучшает обмен веществ месячегонная омолаживает вещь организм и стимулирует половые органы ветрогонно противоспазматическая предостережение сразу же беременность может вызвать выкидыш в больших дозах проявляет наркотическое действие то есть быть осторожным с его применением препараты настой молочный отвар порошок от 100 до 250 миллиграмм даже видите это четверть грамма используется в малых дозах по одной щепотке вместе с другими травами лекарственное масло лекарственное масло ги топленое масло то есть вот в его масло либо утопленное масло применяет шафран эффективное средство обновляющий круг и систему кровообращения это очень важно обновляя кровь и систему кровообращения мы тем самым вообще обновляем весь организм а также женскую половую сферу и в целом улучшает обмен веществ о средства это одно из лучших растений снижающих перевозбужденный жизненный принцип желчи регулирующих функцию селезенки и печени селезенка и печень особенно печень это если мы отрегулируем с вами работу печени мы практически молодим и оздоровим свой организм потому что именно в печени совершаются все обмены веществ я не буду их перечислять чувствуется действительно реальное омоложение вот если так для меня это все это вот проделал ну лет двадцать скину шафран считается наилучшим стимулятором и обновительным половой деятельности прежде всего для женщин надо предложить жене даже в небольших количествах шафран значительно усиливает тонизирующие действия других трав и способств росту ткани как половых органов так и всего организма его можно добавлять в молоко или к другим тонизирующим травам для усиления их действия а также использует качестве специи для улучшения питания внутренних тканей организма это очень важно для пожилого среднего возраста у которых все это начинает погасать энергетический шафран весьма гармоничен он наделяет людей энергии любви преданности и сострадания даже видите такое замечено действие софлор который иногда по ошибке называют шафраном можно использовать в качестве его заменителя применяют в обычных дозах жасмин использует цветки оказывает действие улучшающий обмен веществ охлаждающий антибактериальная кровоостанавливающие месячногонное омолаживает организм и половую систему укрепляет нервы предостережение сразу же сильное озноб перевозбуждение жизненного принципа ветра это обезвоженность организма понижение теплотворных способностей то есть как только вы чувствуете что у вас вот это вот происходит стоп вы превысили дозировку либо у вас конституция не подходит к приему этого препарата жасмина значит снистию препараты настой холодный или горячий не кипятит порошок от 250 до 500 миллиграмм паста лекарственное масло цветки жасмина обладают сильным охлаждающим и успокаивающим действием они охлаждают кровь способствует установке кровотечений одновременно оказывает антибактериальная противовирусное и противоопухолевое действие укрепляет иммунитет особенно лимфатическую систему лимфатическая система можно сказать все у нас взаимосвязано в организме но лимфатическая система связывает все в единую связку клетки с кровью там и если мы лимфатическую систему с вами приведем порядок тем самым сразу же приведем и весь организм помогает при различных видах онкологии в том числе при раке груди является превосходным средством при лихорадках а в виде лекарственного масла помогает при солнечном ударе цветки жасмина оказывают на женщин мягко омолаживающие и стимулирующие половую активность действия способствует очищению матки то есть после того как прошли месячные не всегда происходит вот ее очищение стенок матки поэтому начинается там различные неприятные явления то есть создаются предпосылки надо все очистить как жасмин цветки жасмина полезны при сильных лихорадках сопровождающих инфекционные болезни то есть за счет своих бактерицидных свойств в первую очередь жасмин понижает температуру дел тела а во вторую он воздействует на вот эти вот микробы которые вызвали интоксикацию и повышение температуры женщин используется корень оказывает действие тонизирующие омолаживающие стимулирующие повышающие половую потенцию смягчающие укрепляют нервы предостережения высоко артериальное давление лихорадка воспаления высокие теплотворные способности организма то есть переразбуждение жизненного принципа желчи всевозможное токсическое состояние ожирение если принимать в избытке может переразбудить жизненный принцип ветра сухость и холод в организме препараты отвар молочный отвар порошок от 250 до 500 миллиграмм женщина является одним из лучших тонизирующих и омолаживающих растений он способствует росту ткани оживляет тело и ум действию особенно эффективно когда понижается с возраста масса тела чтобы ее поддерживать в норме в результате себе я пью сок женщинь корня представляете женщинь корня сок пью вы скачали вот на этот бокал половина плантации женщины чтобы вот этот бокал на на тему другу я не могу я не могу не так что вы знаете эти деньги которые это сок земли это потенция такая это буквально так и золото пьешь он является прекрасным средством для повышения веса тела и роста тканей в том числе и нервные кстати помните пекинскую олимпиаду на которой победили китайские спортсмены они показали ряд удивительных результатов но при этом не были уличены в допинге а почему потому что они использовали препараты из женщиня который дает увеличение сил который дает увеличение жизненности в результате они быстрее восстанавливается и организм спортсмена прогрессирует быстрее и поэтому они легко и просто уделали все остальные команды так спортсменам на заметку для облегчения пищеварения и улучшения пищи его принимают с имбирем который обладает разогревающими свойствами так нужными пищеварительной системы женщин сваренные молоки служит хорошим стимулятором организма вот в плане общего действия благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению доброго здоровьица и до новых встреч ваше участие